К другим темам. Будущее не так далеко, как нам кажется. И если мы хотим, чтобы оно наступило, нужно уже сейчас беречь природу и заботиться об экологии. Один из способов – альтернативные безопасные виды транспорта, например, электромобили. В цивилизованных странах, например, Норвегии и Швеции, вообще собираются отказаться от обычных машин в пользу электрических. Удобен ли такой вариант для Краснодара и чем электромобиль отличается от обычного автора, скажет Анна Володина. Пока одни краснодарские водители следят за ценами на бензин, другие об этом вообще не думают, потому что заправляют свои машины электричеством. И сегодня мы проведем один день с водителем электромобиля. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. С нашим героем мы договорились встретиться на специальной парковке для электромобилей рядом с зарядной станцией на Театральной площади. И каково же было наше удивление, что место не пустовало. Там уже подзаправлялись электроэнергией. Наша батарея пока была полной, поэтому мы решили прокатиться по городу и наметили маршрут от одного пункта подзарядки к другому и по дороге обо всем поговорить. Юрию, 32. Полтора года назад он пересел с обычного авто на электрокар. Говорил, причин было две. Экономия и экология. Во-первых, нет двигателя внутреннего сгорания, а значит и вредных выхлопных газов. А еще такой транспорт потребляет электроэнергии не больше, чем электрический чайник. Один киловатт расходуемой энергии это примерно 6 километров пути. Батарея электромобиля, назовем ее зарядным баком, объемом 21 киловатт, хватает на 100 километров и на целый рабочий день поездок по городу. И расходы Юрия на топливо не больше 1 тысяч рублей в месяц. Это с учетом того, что сейчас все зарядные станции в Краснодаре бесплатные. Как ее заряжать? Потому что все-таки заряжать ее удобно либо на общественных зарядных станциях, на которых мы с вами были, будем, и если это частный дом. Почему частный дом? Потому как я приезжаю каждый вечер домой, я ее включаю в розетку, любой электромобиль способен заряжаться от розетки 220. Кстати, шутки про то, что электромобиль стоит дешево, а вот длинный шнур для зарядки дорого, это просто шутки. Удлинитель идет в комплекте с машинкой. Действительно ли в Краснодаре целая ассоциация электромобилей? Да, конечно. У нас существует общественная организация, называется «Экодрайв». В ней состоят все владельцы автомобилей. И мы постоянно ведем беседы, общаемся, делимся опытом, рассказываем о каких-то новостях в мире электроавтомобилей. К слову, в этой ассоциации больше 130 человек, из 100 из них это краснодарцы. А по данным за прошлый год на Кубани было продано более 200 электромобилей. За разговорами мы подъехали к следующей заправочной станции, так называемой «быстрой зарядки». Она очень мощная, поэтому полностью напитаться энергией здесь можно минут за 30-40. На обычной, такой, как в центре города, вам понадобится 4-5 часов. Не быстро, но зато, повторюсь, бесплатно. Юрий, ну что, расскажите мне, как это работает. Очень легко. Открываем лючок зарядный, берем синий пистолет. Так, берем. Тяжелый, да. Открываем заглушку и вставляем до щелчка его так вот. Не получайте. Вот так, все. Потом? На станции нажимаем крайнюю правую кнопочку, он не сенсорный кранчик. Так. Еще раз, да? Да, еще раз нажимаем. И теперь у нас появляется пуск и нажимаем пуск. Вот это? И ее уже, да, нажимаем. Так. Вот. Саша, три последних действия, и у нас пошла зарядка. После того, как машина насытилась электричеством, я, конечно, попросилась за руль. У меня сегодня просто какой-то день открытия. Во-первых, я никогда не сидела за праворульной машиной, тем более не сидела за рулем электромобиля. Но Юрий мне сегодня предоставил такую возможность. Рассказывайте, как она включается. Все очень легко. Она включается, либо заводится элементарно, вот здесь стопочка. И внизу мы ее нажимаем. И как только появляется там скорость, нулевой километр, машина уже готова к движению. Важное замечание. Кататься на электромобиле – это как лететь в самолете. В салоне практически полная шумоизоляция. Двигателя-то нет, а значит и рычать нечему. Правда, это иногда приводит к казусам. Пешеходы просто не замечают приближающийся к ним бесшумный автомобиль. Но тут речь идет, в принципе, о внимательности на дорогах и соблюдении правил дорожного движения. Ну что, никаких отличий в плане вождения я лично не заметила. Поэтому могу смело сказать, что тест-драйв эко-мобиля пройден успешно. Итак, электромобиль никак не выделяется в потоке городского транспорта. Кстати, у водителей есть такая примета. Если встретил своих, на электромобиле день будет удачным. Мы сегодня насчитали около шести небензиновых машин. И единственное, что пока смущает – это небольшое количество зарядных станций. В Краснодаре их сейчас всего три. В ближайшем времени обещают установить еще девять бесплатных. Под них даже приготовили места со специальными знаками. А этой весной в черте города появится целый кластер – зарядный парк на 24 электромобиля. А учитывая, что Краснодар находится на третьем месте в стране по количеству электрокаров, мы на правильном пути. Анна Володина, Артем Статюха, Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар».